100-летняя история общей теории относительности Эйнштейна успешно преодолевала все экспериментальные проверки и очень хорошо описывала гравитационные эффекты в пределах Солнечной системы. Но в последние годы начали появляться различные наблюдательные данные и теоретические аргументы, указывающие на то, что Эйнштейновская теория должна быть модифицирована в сильных гравитационных полях. Ученые кафедры теории относительности гравитации Казанского Федерального университета нашли решение этой проблемы. Мы рассмотрели модели нейтронных звезд в рамках теории гравитации Харндески, получили некоторые новые закономерности, получили очень интересные теоретические результаты и сравнили теоретические результаты с наблюдательными данными. Которые получены в рамках астрофизических наблюдений. И нам удалось показать, что наша модель хорошо описывает новые наблюдательные данные. Нейтронная звезда – это компактное космическое тело, которое образуется в результате вспышки сверхновой и звезды сверхгиганта. В том случае, если масса исходной звезды недостаточно велика для формирования черной дыры. Во время взрыва сверхновой внешние оболочки звезды выбрасываются в космическое пространство, а оставшееся вещество образует ядро, настолько плотное, что электроны и протоны под действием гравитации сливаются в нейтроны. Фундаментальные исследования становятся очень важны в этом направлении. Но вот говорить прям о каком-то прикладном аспекте прямо сегодня – это не приходится. Наша работа носит фундаментальный характер. И фундаментальность этого характера проявляется в том, что мы исследуем далекие астрофизические объекты. На сегодняшний день ученые Казанского федерального университета рассмотрели достаточно простую модель. На следующих этапах они планируют исследовать более реалистичные образцы, в которых будут учтены состояние веществ, в том числе и превращение. Алина Красильникова, Ленар Гизатулин, Универньюз.